здравствуйте дорогие мои подписчицы я знаю что девочек у меня больше поэтому буду сегодня обращаться к вам вы знаете сегодня мне попал такой пост где одна из психолог ирина спрашивает а удалось ли вам выполнить мечты своей жизни в детстве я стала размышлять и думаю а ведь мне удалось ведь правда мне удалось вы знаете в детстве я мечтала стать художником я стала по одному образованию я художник по второму искусствовед все закончила с отличием потому что очень люблю когда есть профессионализм во всем это было у меня в юности затем со мной случилась такая история после вторых родов я очень сильно поправилась и набрала такой приличный вес что стало просто но очень не нравится себе вы знаете я очень люблю красоту везде вокруг себя себе в окружающих в обстановке в одежде везде и вдруг я смотрю на себя в зеркало оттуда смотрит тетенька взрослая полная или знаете что очень сложно одежду себе покупать когда ты полная почему-то какие-то чехлы от танков шьют совершенно без всякой моды и ты вроде еще молодая женщина одеваешь уже какие-то не при ну не очень модные красивые вещи я стала очень сильно грустить но недолго я начала использовать всякие разные программы какие-то такие только предлагались на тот момент я худела ну не буду говорить из этики да в центрах различных а тогда еще онлайн не практиковалась то есть я очно приходила в центр там мной занимались там три дня в одном из центра в другом там пять дней где-то поддержка была но к сожалению килограммы уходили но не столько сколько хотелось а гораздо меньше и очень часто через месяц они возвращались я стала изучать эти вопросы диетологии и уже в зрелом возрасте я стала учиться на диетолога закончила очень престижный университет диетологии и превентивной диетологии и знакома с самыми последними исследования то есть я еще вот в прошлом году закончила очень интересное обучение то есть я сейчас работаю профессионально но я опять же вопросу о моей детской мечте я все равно художник но я уже не просто художник я скульптор человеческих тел и это мне настолько нравится вот это мое призвание мне настолько нравится и сейчас меня очень многие называют веселый диетолог и есть у меня духовное имя радуга потому что я люблю яркость я люблю красоту я люблю гармонию я обожаю девочек потому что я считаю что женщина в каком бы она ни была в возрасте она всегда хочет нести красоту всегда хочет нести гармонию если женщина в себе уверена если она красива внешне и внутренне то она и вокруг себя может сделать счастливым и мужей и детей и близких ведь так и легче найти свое предназначение когда ты тебя хорошая самооценка когда ты сама себе нравишься прежде всего нужно нравиться самой себе и тогда притянутся нужные люди нужные события ведь так вот настолько меня сегодня вот этот или не пост затронул я смотрю в душу до себе и понимаю что я конечно не работаю как маркетинге принято да я далека от того чтобы продвигать как-то себя не умею я с удовольствием конечно если кто-то сумеет приглашаю у меня нет маркетолог но ко мне идут люди по сарафанному радио они стройнеют у меня рассказывают об этом другим идти опять же ко мне приходят а мой метод очень прост превентивная медицина это что почему она вот сейчас стало новое направление превентивная медицина я этим занимаюсь плотно уже онлайн 11 лет потому что это диетология об уникальности каждого человека о том чтобы лично каждому подобрать нет одинаковых диет почему все худеют и набирают снова то потому что нет одинаковых диет не бывает каждое тело уникально каждая душа уникальна и вот я даже изучала науку о дифференциации human design она тоже дает такие рекомендации как кому кушать кому-то в темноте кому-то в тишине кому-то вместе с кем-то кому-то одному кому-то лучше в темное время суток не поверите и это все я подбираю индивидуально даже когда я веду группы а такое иногда бывает даже в этой группе я даю рекомендацию каждому индивидуально поэтому очень большой процент у меня людей у кого вес обратно не возвращается сбрасывают все по 500 грамм в день у меня про первая программа это detox первый шаг 2 наполнение организма третий адаптация к новому весу к новому образу жизни и что важно я формирую ваше питание из вашего личного пристрастия до у каждого из нас есть какой-то набор без которого мы будем чувствовать себя несчастными до испытания и тогда мы обязательно оставляем эти продукты но мы к ним добавляем еще много разных разных рецептов разных продуктов мы учимся правильно составлять свое личное индивидуальное меню и это приносит очень замечательные результаты конечно в рамках диетолога который работает точно очень сложно ему дают минут 10 но от силы 15 на пациента когда ему спросить что человек привык есть что он любит в основном все сводится к тому чем вы болеете и вот вам набор продуктов которые вы будете есть какую-то определенную диету вы приходите домой в один день 2 идите и понимаете что эти рекомендации не из вашей картины мира ведь так и вы естественно перестаете это есть ну либо кто-то к свадьбе худеет кто-то какому-то мероприятию это можно чуток сбросить но опять потом возвращается все на круги своя со мной иначе мы формируем новые нейронные связи в головном мозге и вы используете эти связи для того чтобы питаться правильно и замечательно поэтому если есть у вас лишний вес если есть какие-то вопросы обращайтесь я с удовольствием скоро у нас весна лето да и зимой хочется всегда видеть себя красивыми да и осенью нужно просто один раз похудеть и навсегда постройнеть понять свой принцип питания исследовать ему с удовольствием самое главное чтоб женщина была счастлива самое главное чтобы у нее не было запрета иначе она не будет чувствовать себя счастливой мы это сделаем вместе пожалуйста обращайтесь целую люблю вас с вами была на связи родионова марина радуга и до встречи а кто любит вкусные рецепты камни за вкусными рецептами попешными а кто любит юмор у меня тоже он есть пожалуйста жду вас целую люблю